Моя Родина Сибирь необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка Вон они, кстати, видите, это и есть дикие псорийские груши Начали только падать Потом будет сплошной ковёр полностью, полностью без просветов Вот, теперь хочу закончить эту речь следующим Значит, раз странные люди говорят Убирайте всё с-под деревьев Я говорю, оставляйте всё Всё, вон там, вон в углу, видите, пищевая яма Туда идут пищевые отходы Вот, и деревья, возле которых эти ямы Помните тот участок с 15-метровыми этими грушами и орехами, помните? На том участке Вот там очередная яма Вот она Вот, если в 15-м году вот это чудо купил, в 16-м посадил Сейчас 24-й Когда она успела вот так вырасти? Даёт отбор на урожай Уникальная вещь, эта груша должна быть в каждом саду в учёном Вот, я сейчас с неё сделал фотографии, да? У меня есть, как сказать, этот самый, Том Мичурина, в котором единственная цветная фотография, знаете, какая? Правильно, единственная фотография, где точно такие абсолютно дикие урожайские груши, используемые как подвой Вот, вот такие вот они, видели? Вот, ничем не отличимы, то есть я никому голову не морочу Я спрашивал у учёных, знаете, как спрашивал? Вот ещё одна Вот, вон они все валяются Но это только начало Тут их немерено Вот, что используется на подвой? Сибирку? Яблонь? Нет Ранетку Хоть пару градусов мороза, но теряет Вот, что используете? Уссурийскую грушу? Нет, гибрид уссурийской груши с чем-то То есть не чистую Теряет 2-3 градуса, а может и 5 А вот это вот никому не надо Вот, я потом перед самой зимой снова сфотографирую И вы увидите, что всё это уйдёт под зиму Вот, а могло бы разойтись в десятки, в сотню, в сотню Вы увидите, какой дикий урожай будет здесь через месяц И всё это накроет снег Вот такие дела Потому что настоящее садоводство Это подвои Уссурийские груши А вот яблони сибирские Ну, конечно, чуть-чуть оккультуренные На всякий случай Вот, маньчжурские абрикосы Так, сливы китайские Всё самое мрацойкое в мире Вот, и что в моём саду произошло? Они срощены В несколько поколений С культурнейшими, лучшими сортами в мире Я её сейчас только подводил, показывал А если отечественный сорт, как это Бельфёр китайка Видели, какое это чудо? А почему Бельфёр китайка? На чё она привита? На сибирку Поэтому она в Сибири не замерзает Ещё раз покажу вам её Ну, как тут не похвастаться? Ну, как? Вот на это чудо, глядите Вот на это чудо, видели? Вот так она это Там, где не хватает солнца Она вот такого цвета Там, где солнца хватает Она вот такие вот уже яркие Поняли, да? К чему я клоню? Значит, у меня есть Полный набор на продажу семян И маньчжурского ореха И уссурийская груша семена Я вам показывал отходы от неё Под деревом Сибирки у нас растут свободно Абрикосы у меня в Маньчжурске Их дети Дают по 20-30 ведер с дерева А патриарх давал 40 ведер С дерева Больше, просто мы всё собрать не могли Но 40 ведер фиксировали А когда жердель 40 ведер собирали Телевидение при этом присутствовало И знаете, я на прощание Я иногда люблю поплакаться Это вот я такой герой У нас всё самое лучшее Всё мировое Знаете, что я хочу поплакаться? Приезжает съёмочная группа Они сотрудничали Не только там с Кемеровским Краснодарским телевидением Но и с федеральным телеканалом Усадьба Сказали, ну всё, снимаем целый день Сделаем 10-20 сюжетов Снимали, снимали, снимали Потом, смотрю, загрустили Хотя вот это всё Это только Не самое главное, что снимали Они снимали 40 ведер Урожай с одного дерева абрикоса 40 ведер Вот И загрустили, почему? Потом это так и сбылось У них не приняли эти съёмки Хотя они профессионалы И работали для всех Ездили по стране И всё это продавали А чем мой сад отличался От других садов? Хотите, скажу Приезжает Курдюмов Извините, я второй раз Рассказываю эту историю Но за 15 лет Это немного Понимаете? Ну, за 12 лет Второй раз это нечасто Согласитесь Вот Я звоню в это Республиканское телевидение В Абакан Говорю, приехал Курдюмов Да вы что? Ну, а кто же не знает Курдюмов Сейчас пришлём съёмочную группу Присылает группу Мы его садим Под самую красивую Грушу С ярко-красными плодами Под названием Нарядная Ефимова Садим мы его на табуретку Потому что у него Больные ноги И он даёт интервью И первые слова были Я запомнил на всю жизнь Хотя все, кто видел Видели десятки, сотни тысяч Вот Это всё-таки Республиканский телеканал И все они слышали эту фразу Вот Значит, его любимое выражение Так начинать Вот Это Я побывал Во всей стране Я побывал в сотнях садов Вот Но Я впервые в таком саду Похожего я не видел никогда Вот И вот представляете Проходит 12 лет И ко мне приезжают Съёмки делать Уже очередной канал Вот этот Вот эта группа Вот Ну ясно с какой целью А Чтобы попала на федеральный канал Это их заработок Это профессионалы Это операторы Высшего класса А руководителя Афавилевич Уже как-то стесняюсь говорить Вот Его Значит Я его вижу раз в неделю Каждую Нет, нет А каждую неделю На федеральном канале Усадьба Он там тоже лекции читает И вот он Командует Вот Дарит мне Здоровенный этот Рансовый Опрыскиватель Который так у нас и лежит Ни разу им не воспользовались Вот Ну принцип такой Не помогать деревьям Вот Даже Это Даже от этого От ли От этих От А от Грибов мы не спасаем Потому что это глупость Грибы не виноваты Это Всепланетная ошибка И вот Значит Снимали целый день Сделали 10-20 сюжетов И везде я подчеркивал Опрыскивать не надо Значит Это С плодородия почвы Только зависит от количества покосов Трава остается Вырастает новая Слой за слоем Вот И Мы повторяем За природой Но В трех-пятикратном Смотря сколько покосов Скорости Вот И это А раз Опрыскивать не надо Удобрять не надо Ничего не надо Копать не надо Оказалось что А каналу что нужно А на этом канале Усадьба Там все не так Чтобы дама Очередная Очень симпатичная девушка Не делала Что бы она не делала Вот Она после этого берет Три-пять Восемь А иногда Десять флаконов Начинает говорить Вот мы посадили А сейчас Начинаем Прыскать Цель одна Загнать его с магазина И оставить без копейки Нас Пенсионеров Вот И не богатых Этих Загнать Загнать Загнать